Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые памяти которых в этот день празднует Святая Православная Церковь. Молите Бога о нас! Сегодня мы расскажем страшную вещь. Восстановление церквей в России, как нам все больше и больше кажется, было ошибкой. Мы не какие-нибудь атеисты, сатанисты или сектанты. Мы убежденные православные христиане, регулярно ходящие в храмы, имеющие богословское образование и интересующиеся темой церковь и общество. И любящие нашу церковь. Мы ни к чему не призываем, ничем не боимся, просто исследуем интересную нам тему. И тем не менее, чем дальше, тем больше мы приходим к выводу, что решение восстанавливает церковь в том виде, как это происходит сейчас, не есть хорошо. И с нами согласны даже некоторые священники, которые с риском для карьеры критикуют политику церковного начальства. И некоторые священники уже называются бывшие священники. Жаль, а ведь батюшки-то хорошие и добрые. Да, и теперь они такие же неряне, как и мы. Такова жизнь. Заметьте, мы считаем ошибкой не проповедь христианства, а именно восстановление церкви в том виде, в каком она когда-то была. То есть, восстанавливать церковь надо было как-то по-другому? Вообще не надо было восстанавливать. Надо было строить заново такую, которая будет соответствовать современному обществу с учетом мирового опыта. А чем отличается восстанавливать от строить заново? Ну, восстанавливать то, что было раньше. Приведу пример. Допустим, возникла задача восстановить отечественное автомобилестроение. Ну, вот как ты предлагаешь это делать? Ну, наверное, надо исследовать, какие автомобили востребованы сейчас и построить завод именно для их производства, используя мировой опыт. Может быть, надо сразу начинать делать перспективные электромобили или вообще что-то летающее, как в фантастических фильмах. Ну, это ты правильно говоришь. А как тебе вот такой вариант, по которому пошли наши церковные деятели? Какой? Ну, смотрим на карту и видим. Ага, вот здесь был такой здоровенный завод ЗИЛ, гордость советского автомобилестроения. Но сейчас там живые дома и бизнес-центры стоят. Ну, так все снести нафиг и восстановить завод ЗИЛ на прежнем месте. Причем обязательно на старом, на историческом месте. И в том виде, в каком этот завод был накануне закрытия. Ой, мамочки. Так накануне закрытия там же вообще ничего не выпускалось. Там были склады и коммерческие фирмы помещения арендовали. Ну, что это за завод такой? Ну, у меня как раз на ЗИЛе офис был. Так что я очень хорошо представляю, что там было накануне закрытия. Там еще мигранты жили целыми аулами. Вытаскивали станки в металлолом. Из неработающих цехов. Из неработающих этих. Ну, и вот что, это все восстановить, вот это удовольствие. Ну, вот по такому пути пошла наша современная церковь. Да ладно. Вот храм восстановили, как перед революцией было. Не тролли. Ну, хорошо. Значит, надо восстанавливать в том виде, в каком он был в свои лучшие времена. Но только нафига нужно столько морально устаревших автомобилей? Так как в стране сейчас полно современных иномарок. И ставить некуда. Вот в те времена, когда ЗИЛ был в самом расцвете, машины требовались советской промышленности в большом количестве. Поэтому их и производили в таких больших количествах. А сейчас-то зачем это? Хорошо. А при чем же здесь церковь? А при том, что церковь была восстановлена в том самом морально устаревшем виде, в каком она была в начале 20 века. А была церковь, фактически паразит, который жил за счет сдачи в аренду своих многочисленных церковных земель. Ну и попутно церковь еще злоупотребляла религии, разумеется, в корыстных целях. Ой, и жесть. Религиозными обрядами поторговала, как сейчас. И антинародная власть поддерживала. Обидно даже. Да. И со своими хозяйственными задачами в индустриальном обществе церковь уже не справлялась. А какими хозяйственными функциями? Ну, например, каждый церковный праздник – это вполне себе хозяйственная функция. Это сбор людей. Потому что транспорта нет, телефонов нет, общаться людям надо, обмениваться, торговать людям надо, договора заключать людям надо. Вот все люди с окрестных деревень прибывают в село, где есть храм. Там написали заодно записки о тех, кто здоров, кто умер, кто болен, кто путешествует, кто родился. Привезли товар, устроили ярмарку, поторговали, договорились о всех делах. У церковного служителя, кстати, оформили все письменные документы. Ого! Потому что неграмотные все, и церковникам это было выгодно. Неграмотных проще обмануть. Ну да, проще ли ядом. Поэтому церковь насаждала мракобесия, опять обидно очень. Да, это же какой-нибудь церковный служитель писал, вот эти все долговые записки, разумеется, заплату. Разумеется, мог еще чем-нибудь там накосячить, чтобы сказать, а в договоре это написано. Так что было очень плохо все. А вот в индустриальном обществе все это было не нужно. Вот рабочему на фабрике, неважно, когда Рождество Богородицы, когда покров и какие сельхозработы, надо в это время делать. Ему как на фабрике гудок прогудел, значит надо идти на работу. У него же хозяйства нет, поэтому и церковь ему со всеми материальными благами не нужна. Значит надо было восстанавливать церковь не в том виде, в каком она была перед упадком, а какой была в свои лучшие времена. Ну вот это как раз и получается, как восстановить завод, который выпускает кучу морально устаревших автомобилей. Этот вариант как раз предлагают православные патриоты из клана любителей Ивана Грозного. Но только они не понимают, что в те времена вообще-то был феодальный строй. Церковь это крупнейший феодал, государственно образующая корпорация. Монастырь это крепость, военно-стратегический объект. Если сейчас будет феодальный строй и 90% населения будет пахать землю на лошадях, то кто будет делать ракеты и самолеты, чтобы эту территорию не захватили соседние капиталистические страны? В общем все упирается в лапчасть. А как иначе? Мы живем в материальном мире. Бог показал, что он хоть и может нарушать законы бытия, например, питью хлебами, накормить пять тысяч человек, или воду в вино превратить, или вылечить кого-то. Но четко и ясно показал... Или даже воскресить. Да. Но четко и ясно показал, что не собирается это делать в дальнейшем. Да, понять, чтобы люди жили своим трудом. И вновь со временем. Так как же надо было эту церковь, нашу любимую, восстановить? Вот ты опять говоришь, восстановить. Потому что из каждого православного утюга, и не только православного, обещают провосстановить церковь. И необходимость восстановления церкви стала социальным фактом. То есть все уверены в том, что церковь восстанавливать надо. Ну и на это еще повлияла некомпетентность в религиозной жизни людей, на которую наложилась еще пропаганда. Вот и восстанавливает то, что уже когда-то было. Ну да. А то, что это когда-то бывшее, это морально устаревшее, уже на тот момент, про это как-то люди забыли. Ой. Ну это классическая мифологема, что раньше было примерно как сейчас, только лучше. Ага. Это еще у разных диких племен. Ну вот да. Собственно поэтому и отделили церковь от государства и общества, потому что она уже морально устарела и больше вредила, чем что-то полезное приносила. Вот ее и подвинули. Но веру в Бога особо никто не запрещал. Поэтому и многие красноармейцы, они верили в Бога, кстати. Но попов ненавидели, потому что это были эксплуататоры трудового населения. И те, кто поддерживал на селе кулаков и подкулачников, которые сначала дают в долг, а потом подграбительские проценты требуют вернуть. Сурово. И кулаками выколачивают эти долги. Сурово, да. Так что тут все вполне материально было обосновано. Ну да. Надо было строить религиозную жизнь в стране с учетом требования времени и мирового опыта. Но это было-то возможно вообще? Ведь решения такие принимались во времена Горбачева и Ельцина. Ну вот лично я как раз думаю, что это было невозможно в то время с теми людьми. Потому что для церковных реформ не было ни грамотных специалистов церковной иерархии, ни массовой религиозной грамотности населения. Ну так откуда же ей взяться? Ну поэтому и не. Вообще все. Поэтому и получилось, что получилось. Задачу по реформированию церкви не осилил даже товарищ Сталин в более благоприятной ситуации. Ну да. Там священники и даже епископы, которые поддержали революцию и советскую власть, получили лучшие храмы. Например, тот же храм Христа Спасителя. Ну да. Но народ к ним не ходил. И это очень странно. А что странного? Те, кто за науку, они пошли к атеистам. Те, кто за то, как было раньше, пошли к тем священникам, которые по лагерям сидели. И к обновленцам никто не пошел. И эти обновленцы не смогли ничего создать? Народу не было. Там в храм никто не ходил. Храм не ремонтировался. Храм приходил в упадок. Обидно. Поэтому храм Христа Спасителя, обратите внимание, взорвали в 1931 году. А не сразу после революции. То есть после того, как его уже довели до такого состояния, когда надо или капремонт, или сносить. Ага. Понятно. А если бы все-таки получились бы церковные реформы, то было бы? Ну, на эту тему сказать трудно что-нибудь, но мы постараемся записать отдельное видео. И может быть даже проведем прямую трансляцию, чтобы зрители могли тоже на эту тему высказываться. А так у нас сейчас получается интересное такое мнение. Круговорот церквей в России. Ух ты. Церковь содержится на деньги государства и общества, ничего материального не давая взамен. То бишь паразитирует на народе и на государстве. Церковь поддерживает антинародную власть, заупотребляя религии. Обидно. Церковь распространяет мракобесие, чтобы наука ее особо не потеснила. Обидно. Церковь против народа, а народ против церкви. Вот что в начале 20 века оказалось. Народ восстал и отделил церковь от общества и больше не поддерживает ее материально. Хотя веру в Бога не запрещает. И народ в храмы не приходит. Храмы не ремонтируются, разрушаются и переоборудоваются во что-то другое, более полезное и нужное людям. Народ замечательно живет без церкви. В результате смены власти и развала государства народу стало жить плохо. И кто-то умный, народу глупому, сказал, что надо восстановить церковь и тогда всем будет сразу хорошо. Народ поверил, народ дал денег, церковь восстановили в том виде, в котором народу церковь знал. Ну а дальше чего? Дальше возврата начала цикла. В общем, на этом мы прощаемся с вами. До встречи в следующих видео. До свидания. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Приходите к нам на прямой эфир.